Приветствую вас. Я думаю, что как бы вот корень непосредственно, непосредственной проблемы заключается в том, что вы ребёнку с ребёнком жалеете. То есть вот жала, собственно, она между вами создает такой барьер, жала создаёт с вашей стороны некую такую сверх мотивированность взаимодействовать с девочкой и проявлять себя не совсем так, как вам хотелось бы, допустим. И, со своей стороны, девочка, вероятно, вероятнее всего, тоже ощущает, что вы относитесь к ней не то, чтобы плохо, да, вот там, чтобы плохо относитесь, это, понятное дело сказать нельзя, никто не скажет, чтобы плохо относитесь, но мне кажется, что, ну вот, какое-то такое отношение к, ну вот, ко мне, да, оно, вот, мне кажется, должно быть всё-таки таким, ну, таким более простым, вот, а у вас оно очень такое сложное, мне кажется, и, собственно, это проблема. Да, то есть проблема, там, с вами есть жаль. Жалеть девочке, на самом деле, не нужно, вот, потому что жалость, по сути, дарит ей ощущение, что она какая-то несчастная, что она какая-то не такая, вот, а это очень мешает, на самом деле, к любому человеку, поэтому, вот, основная, мне кажется, проблема в том заключается, что вы человека просто жалеете. Хотя этого делать ни в коем случае, ни в коем случае не надо. Жалость она, вот, ну, как бы, жалость в некотором смысле этого слова просто, просто, вот, ставит человека над другим. Мне не кажется, что это, ну, что это хорошая история, мне не кажется, что это хорошо, мне кажется, что это вот как-то правильно и идёт на пользу девочке. Вот, с другой стороны, с другой стороны, я склонен думать, что жалость не возникает просто так, я склонен думать, что тот факт, что вы её жалеете, значит, имеет под собой некую природу вашего страха и неуверенности в себе, потому что вы понимаете, например, что, ну, если бы её мама, например, была жива, то, ну, была бы жива, да, но с ней, например, не общалась бы никак. В этом случае вы бы, например, знали, что делать, да, то есть вы могли бы, могли бы продемонстрировать там этой девочке свою любовь, своё тепло и так далее и так далее. Но здесь речь идёт о том, что мама нет, как бы, и вы, на мой взгляд, как бы, понимаете, что сделать особо здесь ничего нельзя. То есть вы отдаёте себе отчёт, да, вот в том, что, что, вот, что бы вы ни сделали, да, это не, ну, это не перебьёт тех, тех впечатлений, например, тех впечатлений, тех эмоций, которые у девочки есть от, собственно говоря, мамы, мамы, вот. Ну и мне видится именно вот такая история, что вы таким образом реагируете на конкуренцию, таким образом вы реагируете на то, что вам предстоит по вашему мнению соперничать с умершим человеком, которого любили и память о котором есть как у ребёнка, так и у мужчины. То есть жалость здесь выступает защитным механизмом. А жалость всегда выступает защитным механизмом. Потому что ни один человек, как бы, ну, в этом смысле жалости не достоин, ни один человек. Вот, так что он, я думаю, я думаю, примерно так можно вам ответить на вопрос, который вы задаёт. И, соответственно, вам желательно вот поработать с уверенностью в себе. Мне так вот этот момент видится, по крайней мере. Поработать с уверенностью в себе, определиться с тем, что вы чувствуете по отношению к мужчине, по отношению к девочке, кроме жалости. То есть ещё раз. Жалость это то, что возвышает. Жалость это то, что возвышает над другим человеком. То есть жалею девочку, вы возвышаете, как бы, себя над ней. Вот. И в этом ничего хорошего, ни для отношений с ней, ни для отношений между вами и вашим мужчиной. Мужчины нет и быть не может, в принципе. Вот. Почему, чем быстрее для себя в данный момент вы примете, тем будет лучше. Вот. Для вас. Значит. Почему доверие, значит, завоёвывать не нужно. Привязанность завоёвывать не нужно. Тем более, тут нужно сказать, зачем вам. Вот зачем пытаться с ней лучше построить отношения. Зачем. То есть вы, Ксения, получается, хотите выстраивать с ней отношения не естественным образом, а как-то вот более таким точечным. Ну, это уже будет искусственность. Вот. Поэтому этот момент нужно преследовать. Как я сказал, вот там сказал он, существенно может влиять на то, что будет между вами в дальнейшем. Вот. Вот, в принципе, это то, что можно вам сказать, то, что можно вам ответить, то, что можно вам дать. С точки зрения, опять же, психологии. С точки зрения психологической практики. Вот. Возможно, это не очень для вас приятно. Возможно, это не очень для вас приятно. Возможно, это совсем неприятно. и вы, ну, вы простите, пожалуйста, если вам, ну, если вам неприятно, простите, пожалуйста. Ну, у меня не было какой-то, какой-то цели, да, вот, вот, ну, вам вас расстроить, или что-то вроде, что-то вроде, ну, что-то вроде там. У меня не было такого цели. Вот. Я просто рассказал вам о том, как, как, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот, соответственно, Ксения без какого-либо перегруза. Вот. А если вы со своей женой в себе не разберетесь и с ее природой, то отношения с девочкой будут устраивать очень тяжело. Вот. Ну, потому что, всегда будет присутствовать некий такой вот элемент напряжения. Э-э-э-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-у-от, соответственно, Ксение, так, хоть я почему-то, отвечаю вам а-э-э-э-э-э а-а-а-а-а-а-а-а-а-думал еще о том, что может быть, э-ээ-э-э-э-э-э-э, у вас. Э-э-э-э-э-э-э, ну, например, за то, что вы вот, встречаетесь с эээ-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э, да, и, соответственно с этой девочкой. Ну, что-то может быть в ваших условиях. Значит, то есть, жалость, это про некое желание защитить себя. Вот, вопросом от чего, и... Вот, если вы от чего-то себя защищаете, ну, значит, вы не принимаете что-то в себе, опять же. Вот. И вам в этом, ну, как бы, нужна помощь. В том, чтобы... Это принять. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!